Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал! В этом ролике мы поговорим по поводу последних новостей игры. Начну я с того, что шанс выпадения гранатомета анархия с рейда истребителя прошлого повышается с 5 до 10 процентов и теперь владельцев данного гранатомета явно станет больше. Честно говоря, я этому несказанно рад. Знаете почему? Потому что если взять моего же Соклановца, который выбил там с 83-го, по-моему, рейда истребителя прошлого данный гранатомет, становится непонятно вообще, как это выпадает. Также с нового сезона у нас повышается силушка богатырская с 950-го, обычный кап до 960-го, а сверхмощная с 960-го до 970-го. Честно говоря, достаточно скромненько после того, как мы повышали аж на 210 в этом сезоне. А помните, нам требовался ключ, когда мы проходили эскалационный протокол на седьмой волне, чтобы открыть сундук. Теперь он нам больше не понадобится. Вы только не подумайте, что удаляют сундук после седьмого босса. Удаляют его, а также фрагмент ключа из игры. Также понижается стоимость установки модификатора. Сейчас, когда мы его ставим, стоит это 5000. С нового сезона этого станет в 10 раз меньше, то есть всего 500 блеска. Ну, по поводу ПВЕ мы немного поговорили. А теперь говорим по поводу ПВП, а именно возвращение карт, которые у нас забрали месяц назад. У нас возвращаются карты Мертвые Скалы, Ущелье Легиона, Возмездие и Одиночество. А убираются карты Зависть Императора, Равнодействие и Восток. Так как у нас стартует новый сезон, у нас меняются некоторые активности. Соответственно, у нас убирается наступление вексов, вторжение вексов, оружие вексов у икоры, который мы сейчас берем. Также текущий наш артефакт, силовые бонусы от сезонного артефакта, сезонные триумфы, печати и титулы. Ну, а также катализатор на клятву Ирианы. Но если верить информации, которая там написана, они добавят другой способ получения его. Ну и на самое вкусное, небольшие изменения в плане веток развития. Пустотный варлок, средняя ветка, ручная сверхновая. Отрегулировано время заряда гранаты, чтобы оно соответствовало анимации и эффектам. Следующей на очереди у нас идет пустотный охотник, а именно нижняя ветка, исчезновение в дыму. Добавлен короткий промежуток времени, а именно 0,8 секунды после исчезновения невидимости, когда стрельба из оружия или выполнение действий не нарушит его невидимость. Ну и третьим, конечно же, является титан. Именно электротитан, средняя ветка, достаточно невостребованная. Тандеркраш увеличен базовый урон с 2700 до 3200. Помимо этого, увеличен урон в полете со 100 до 200. Немного увеличено количество времени, которое вы проводите в воздухе после активации. Вот таким новостями нас сегодня порадовали банджи. Напоминаю, новый сезон стартует у нас уже во вторник. Так что готовьтесь. Как говорили пингвины в Магадагаскаре, улыбаемся и машем. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим пальцы вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, друзья!